Это понятная политика. Здравствуйте. При подготовке этой программы мы встретили десятки поразительно одинаковых заявлений и заголовков. «Запад нас предал» звучало и в 90-х, и звучит в 2000-х из уст многих политиков. Президенты, министры в разных странах и на разных континентах говорят о том, что Европа и США попросту не выполняют свои обещания. Почему коллективный Запад не держит слова и порой играет только по своим правилам? Об этом на конкретных примерах. Сегодня в «Понятной политике». Начнем с одной из самых спорных страниц белорусской истории. 26 ноября 1996 года. Последняя ракета с ядерной боеголовкой покинула территорию Беларуси. Наша страна во времена СССР была форпостом советской армии. Танков и другой техники оставалось много. Только представьте 1180 стратегических и ядерных тактических боезарядов. С окончательным распадом страны Совета в Беларусь, как и соседняя Украина, стали членами ядерного клуба, можно сказать, элиты геополитики. Что, конечно, не нравилось США, но действовали они куда хитрее. В 93-м году президент Клинтон прилетает в Минск, мол, молодое государство надо поддержать. Правда, даже один из участников тех событий, Вячеслав Кебич, вспоминал, что все было не так просто. Не скупясь на официальные заявления о поддержке молодых независимых государств, прагматичная Америка заботилась о собственных интересах и не спешила выходить с Беларусью на полноценные межгосударственные отношения. При этом Вашингтон по-прежнему думал о нас, как о части Советского Союза, приехав прежде всего поинтересоваться судьбой ядерного оружия. Уже после пришло понимание. Беларусь просто обманули. Станислав Шушкевич, тот, что заключил Беловежские соглашения, настолько пытался угодить Вашингтону, что в спешке все подписал и совсем согласился. Вот что об этом вспоминает экс-министр иностранных дел. Мы испытали настоящий шок. Выходило, что Шушкевич нас просто сдал. Сдал национальные интересы Беларуси. Они нас рассматривают, весь славянский мир или мир Востока, как папуасов, которым можно дать стеклянные бусы и за это отобрать вообще все. За все время истории не было, посмотрите, даже современной истории, ни одной страны, куда бы ни входили Британия, США в основном, конечно же, где они входили со своей демократией, и эти страны процветали. Везде разруха, нищета, хаос, преступность невероятная. Эти системы, эти люди, которые правят, им не нужно никого возвеличивать, устраивать рост благосостояния, тем более делать это население счастливое. Они заточены на решение своих задач. В итоге, в декабре 1994-го на саммите в Венгрии Беларусь подпишет Будапештский меморандум. Сомнений, если и были, но пути назад, в общем-то, не было, ведь до этого, что называется, пообещали. В обмен на отказ от ядерного оружия Великобритания, США и Россия представили Беларуси гарантии безопасности. Обязательства выглядели красиво. Вот что зафиксировал документ. В соответствии с Будапештским меморандумом, партнеры подтвердили Беларуси свои обязательства. В частности, уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. Воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Беларуси. Отказаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларуси ее суверенных прав. А теперь давайте вспомним, сколько раз Западом вводились односторонние санкции в адрес Беларуси и в отношении предприятий, и в отношении конкретных лиц. Белорусский МИД публично и неоднократно заявлял американцам, что те нарушают меморандум, но ответ звучал одинаково. Ваши утверждения не обоснованы. Теперь о суверенитете. За последние полгода уже всем очевидно, очередное неприкрытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. И со стороны Польши, и со стороны Литвы. Но глобальные доноры-заказчики, которые за их спиной, ведь давно всем известны. Фактически каждая президентская кампания в Беларуси сопряжена с участием кандидатов, которых открыто поддерживает Запад. И финансово, и политически. Помимо этого, на территории страны действует ряд организаций и центров, которые живут за счет зарубежных грантов. Не говоря уже про пропагандистские ресурсы, которые финансируются из Госдепа. Радио Свобода, Настоящее время и другие. Они планомерно и ангажированно освещают события в Беларуси. А в Польше функционируют спецподразделения психологических операций, так называемые «черные пауки», которые работают в том числе на дестабилизацию обстановки и разрабатывают стратегии противодействия официальному Минску. Обучают сотрудников американские специалисты. Выходит, оружие отдали, а что получили? Обещали деньги, помощь, программы, проекты. А на деле Минску выделили несколько сотен миллионов долларов, и те на демонтаж и вывоз оружия. А сейчас пытались демонтировать еще и государственное устройство путем мятежа и близ Крига. Отказ от ядерного оружия Александр Лукашенко назовет одной из самых больших ошибок. Я считаю, что вывод ядерного оружия на тех условиях с Беларуси, как это было осуществлено в свое время нашими националистами и Шушкевичем, это была жесточайшая ошибка. Мне еще пришлось подписывать этот договор, потому что деваться уже некуда было. Давили и Россия, и американцы. Выводите, выводите, потому что пообещали. Нельзя было. Это величайшее достояние. Это дорогой товар, который мы должны, в конце концов, были прилично продать. Мы без всяких условий, сейчас этим гордимся, потому что сказать, что больше нечего, вывели это ядерное оружие. Нам гарантировали безопасность, что мы будем под крышей ядерных держав. Сейчас нам этой безопасности не гарантировали. Мы добивались это через пот и кровь. Конечно, ядерное оружие – это страшно и опасно, но в контексте геополитики это козырь, который заставляет остальные страны смотреть на тебя на равных. Кстати, Израиль отказался подписывать договор о нераспространении. Как итог, соседи с советами и блогерами не лезут. Договор о нераспространении ядерного оружия разработан специальным комитетом ООН, чтобы сократить количество стран с ядерным вооружением. Подписан почти всеми независимыми государствами, кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР, которые посчитали потерю технологии угрозы независимости. Третьей в мире по ядерному потенциалу была Украина. Снарядов хранилось очень прилично. Тоже приехали западные партнеры. Тоже вежливо улыбались, пока не добились своего. Я помню, когда первый президент Кравчук первый раз полетел в Соединенные Штаты, когда его встречали с музыкой, гимн, и когда сняли, то даже по себе. Я был в 94-м, 5-м году начальник режима дивизии. С американцами ездил везде по точкам, они контролировали. И отношение было одно. Но только сняли последнюю ракету, и все, мы сразу стали люди второго сорта. И если Беларуси хватило одного урока, то вот наши братья-украинцы до сих пор расплачиваются за обещания Запада. Десятки миллиардов долларов безвозмездной помощи, инвестиций, проекты, членство в ЕС и НАТО. Ради этого люди выходили на улицы Евромайданного Киева. И ради этого многие расстались с жизнью. Страну перевернули, итог всем известен. Обнищание населения, религиозный раскол, потеря территорий и многое-многое другое. Дали кредит от МВФ, и тот на жестких условиях. В год отдавать нужно 2 миллиарда. Евроинтеграцию обманом Запада называют и украинские экс-министры. Киев нужен Европе и США лишь в качестве раздражителя для Востока. Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни, сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в Евразес на Восток, и нас не пускают в ЕС и в НАТО. Это же все болтовня, что мы там будем скоро. Но это все слышали. Интересно другое. 21 февраля 2014-го. В Киеве неспокойно полыхает Майдан. Виктор Янукович подписывает соглашение с представителями Майдана о мирном выходе из кризисной ситуации. Германия, Франция и Польша выступили гарантом выполнения. А всего через пару часов было так. 21 февраля они подписали это соглашение, и в тот же день вооруженные молодчики захватывали уже президентскую резиденцию и правительственные здания. А на следующий день европейские страны одобрили это. Ответственность на них лежит. Никто с них ее не снимал и не снимет. Как себя при этом чувствовали гаранты мира в Украине, господа Штайнмайер, Фабиус и Сикорский? История умалчивает. Зато простые граждане Украины на себе очень хорошо почувствовали последствия их гарантий. Позже в отношении Запада Янукович скажет еще одну короткую и понятную фразу. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха. Но это уже никого не интересовало. И наступило оно. Светлое будущее. Гривна рухнула в три раза. Рынок обвалился. Разорвали торговлю с Россией. Зато получили обещанный, в кавычках, открытый европейский рынок. Торговлю по годовым квотам с ЕС. По таким, что на многие продукты, мед, яйца, сахар и прочим товарам, Украина уже исчерпала эти самые квоты на весь 2021-й. Еще по ряду товаров исчерпает их за квартал. В том же 2014 году на полном серьезе звучали вот такие заявления экспертов. Украина может рассчитывать на инвестиции в 700 миллиардов долларов. Международные фонды якобы уже зарезервировали их. Громкие обещания активно тиражировали местные медиа. Сегодня же их вспоминать как-то не принято. И популизм западной романтики хранит лишь всемирная паутина. Объем инвестиций в Украину после Майдана сократился в разы, а объем долговых обязательств вырос в разы. То есть, по большому счету, помощь западных стран Украины состояла прежде всего в нагрузке долговыми обязательствами. Спустя всего год после Майдана еще один экс-президент Украины, который и сам пришел к власти после оранжевой революции, обвинить Запад в предательстве. Разве это не говорит, что Франция, Китай, США и Великобритания были обязаны помочь нам, когда начался кризис? Для политиков меморандумы и договоры все равно, что Библия. Поэтому я крайне разочарован тем, что у мира настолько короткая память. В предательстве Запада винилый Эдуард Шеварнадзе. Будучи президентом Грузии, он будет вынужден покинуть свой пост в 2003-м, после революции Рос. Повернув Грузию однозначно в сторону Запада, в подарок получил первую на постсоветском пространстве цветную революцию. В итоге экс-лидер так и не смог объяснить, как случилось так, что США организовали его свержение. Когда им нужна была моя поддержка по Ираку, я предоставил ее. Что же случилось, сейчас я объяснить не могу. Шумные акции протеста в Грузии организовывали разные общественные структуры, которые подпитывались именно из США. Об этом в интервью британской Daily Telegraph с сожалением констатирует Шеварнадзе. Равно как и то, что западная пресса по привычке начнет навешивать ярлыки и сравнить грузинского президента с диктаторами типа Слободана Милошевича в Югославии и Николаича Ушеску. Шеварнадзе это расценил как личное оскорбление. В интервью британской газете Daily Telegraph Эдуард Шеварнадзе, анализируя ноябрьские события в Тбилиси, в частности, заявил, что больше всего в этой истории его обидело предательство Запада. По мнению Шеварнадзе, его смещение с поста президента не обошлось без поддержки США. Он не скрывает обиды на своих западных друзей, еще недавно обещавших ему всяческую поддержку. В этом контексте экс-президент особо выделил в интервью Daily Telegraph роль американского посла в Грузии Ричарда Майлза. Этого человека Эдуард Шеварнадзе считает одним из главных вдохновителей и организаторов, развернутой против него кампании, закончившейся 23 ноября победой оппозиционных сил. Еще одна обманка Запада, та, в которую попался Горбачев в 90-м году. Москва выводила войска из ГДР, ликвидировала Варшавский договор в обмен на гарантии Вашингтона. Альянс не пойдет на восток дальше Дрездена. СССР войска и вооружение выявил, Германия воссоединилась и про договоренности быстро забыли. В три приема в НАТО добавили сразу 12 стран из Восточной Европы. Потом, кстати, американские и европейские чиновники говорили про обещания, что это чушь, такого не было. Все на места поставили рассекреченные в 2017 году документы и один американский исследователь. Вопреки заявлениям многих политических деятелей и аналитиков, существуют значительные доказательства того, что российские утверждения о нарушенных обещаниях в отношении расширения НАТО имеют под собой почву. Если применить принципы теории международных отношений к известным ранее и вновь обнародованным документам о переговорах 90-го года, то получается, что российские лидеры по существу правы. Расширение НАТО нарушило принцип «услуга за услугу», лежащий в основе дипломатии, достигшей кульминации в объединении Германии и включении ее в альянс. Этой темой коснулся и Владимир Путин, когда в начале нулевых НАТО начало активно расширяться. Глава Кремля провел переговоры с Джорджем Бушем. На вопрос о тех самых гарантиях в Вашингтоне ответили. Это были гарантии для СССР, а вы Россия? В общем, забудьте, говоря простым языком. 10 февраля 2007 года на конференции по безопасности в Мюнхене Владимир Путин произнес речь про однополярный мир во главе с США. О том, что НАТО нарушает договоры, движется к границам России, а значит, Москва будет вынуждена давать отбор. Кстати, у Владимира Познера есть для американских студентов интересная лекция о том, как США сами создали врага в лице Москвы. После развала СССР народ и политики России протянули руку дружбы американцам, чтобы построить лучший мир. Это было то, что хотело большинство населения России. На что получили ответ. Вы страны второго сорта, просто сидите тихо. Что совсем отличалось от риторики во время переговоров с Горбачевым по объединению Германии. Не нужно гадать и спорить о том, помогают США странам или же разделяют и властвуют. Достаточно посмотреть в краеугольный камень американской геополитики – доктрину Вулфовица. Написан в 92-м году как манифест Америки в мире. Наша основная цель – предотвратить появление нового соперника как на постсоветском пространстве, так и в любом другом месте земного шара, который будет представлять угрозу, схожую с той, что представлял для нашей страны СССР. Это положение является основным в новой стратегии обороны. Мы должны постараться предотвратить появление враждебных региональных держав, которые с помощью своих ресурсов могут быть способны получить глобальный контроль в международных отношениях. Даже добавлять ничего не надо. Из этой доктрины выросла та самая пробирка Паола, якобы доказательство биологического оружия в Ираке. Оказался банальный фейк. Там же искали оружие массового поражения. Тоже вранье. Доходило до маразма. Пускали слухи, что Саддам Хусейн прячет ядерные боеголовки в море, в памятниках истории, даже на Луне. И все это, естественно, оказалось неправдой. Беларусь, как такова, это вот тот последний оплот, рубеж в геополитических планах коллективного Запада. Конечно, это делается руками Евросоюза. На самом деле, уши торчат, конечно же, это Соединенные Штаты. И мне интересно ничего из того, что мы с вами перечислили, не привести народ Беларуси к процветанию, не их промышленность. Все нужно для того, чтобы это все уничтожить, для того, чтобы освободить место для своих рынков. Для США эта самая пробирка была почти золотой. Все операции на Ближнем Востоке за 20 лет съели 7 триллионов долларов. И тут еще одна уловка. Ни обещанного мира, ни демократии армия дяди Сэма не принесла. Зато на развалинах Ирака и черном рынке с американским оружием возникло исламское государство. Не знали, что так произойдет или не хотели? Мексиканское издание «Реформа». Статья написана через полгода после вторжения в Ирак. Наиболее вероятным результатом иракской оккупации станет мусульманское фундаменталистское движение антиамериканского характера, поддерживающее связи с подобными организациями всего арабского мира. Это точно современная демонстрация существования хитрого разума. Словно невидимая рука неумолимо поворачивает события так, что интервенция Соединенных Штатов приводит именно к тем результатам, которых стоило избежать. Возьмем еще один пример. Помните Муамара Каддафи, того якобы тирана, из-за которого Ливия не могла свободно дышать? Вот Триполи сегодня. Во время арабской весны против Ливии ополчились все западные страны. Громко кричал о диктатуре и президент Франции Николя Саркази. Франция поддержала позицию ливийскую и даже выделяла средства на борьбу с режимом Каддафи. И все бы ничего, но Саркази выиграл свои выборы на деньги африканского лидера. Кстати, этот случай чуть ли не единственный, справедливый с точки зрения кармы. Сейчас Саркази под стражей за связи с Каддафи. Он, конечно, говорит, что его подставили. Однако Ливия помогала не просто так. Рассчитывала на поддержку Парижа, если вдруг что. И получила то, что получали многие за долгую историю. Запад решил свои вопросы, а дальше, как говорится, сами. И вновь из уст политиков звучит уже знакомая нам с вами фраза. Запад нас предал. Конечно, это предательство. У них нет на это морального права. Кроме того, если они хотят, чтобы я ушел, откуда я должен уйти? Я не монарх и не король. Я удивлен тем, что мы в союзе с Западом сражались с Аль-Каидой. А сейчас, когда мы сражаемся с террористами, они нас покинули. Может быть, они хотят оккупировать Ливию? И это не борьба добра и зла. Это суровый прагматизм США и союзников. Тот самый закон капитализма. Акулы едят друг друга, либо их съест акула побольше. Главное не обманываться, что Запад прилетит и бескорыстно поможет. Как показывает практика, чем ярче и громче обещания, тем короче память у тех самых акул мировой политики. Острые амбиции и аппетиты которых едва ли страдают от того, что кого-то нагло обманывают. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...